В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 111 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Директор Пятвинеев Валентин Костюков провел пресс-конференцию. Новогодняя сказка в театре «Кукол Кузнечик» состояла сдача нового спектакля. Школа «Лидер» во Дворце детского творчества прошло необычное занятие по актерскому мастерству. Далее расскажем обо всем подробно. Итоговую пресс-конференцию провел и глава города. Алексей Сафонов подвел итоги уходящего года, рассказал о планах на 2022 и ответил на вопросы журналистов. Подробности в следующем репортаже. 50 магистров приняли на обучение в Саровский филиал МГУ в этом году. 20 обучаются на прикладной математике и информатике, а 30 человек на направлении физика. Открытие филиала МГУ в технопарке в сентябре этого года стало ключевым элементом в создании Национального центра физики и математики, пояснил собравшимся Валентин Костюков. Филиал МГУ, как ведущий вуз, как вуз, который в конечном итоге дает нам возможность привлечь сюда весь его потенциал образовательный и реализовать подготовку для ядерно-ружейного комплекса, прежде всего и для нас, новое поколение теоретиков, которые войдут в 21 век, которые будут работать в области тех задач, которые стоят перед институтом. НЦФМ должен стать центром мировой науки, в котором будут работать специалисты уровня Нобелевских лауреатов. Существенно преобразится облик академического городка. В объекты его инфраструктуры в 2021-2024 годах инвестируют 7,5 миллиардов рублей. Подводя итоги уходящего года, директор ФИАЦ ВНЕФ рассказал и о ликвидации пожаров, что бушевали летом на территории Мордовского заповедника. «Фактически мы вновь подошли к тому, что в трех точках на промзону, по сравнению с 2010 годом это была одна точка, огонь зашел на промплощадку. И это не шутейное дело. Мы вновь вернулись к вопросам, которые связаны с 22-й площадкой, мы вернулись к вопросам 19-й площадки». Пожары ликвидировали, на борьбу с ними были брошены беспрецедентные силы, но системные проблемы их возникновения еще не решены. «Пока нет взаимодействия с Министерством природы, Мордовским заповедником, Нижегородской областью», пояснил Валентин Ефимович. Решением этой системной проблемы займутся в следующем году. Еще одним серьезным испытанием для городообразующего предприятия стала пандемия. «Один из вопросов, который на сегодняшний день ставится, все-таки недостаточный уровень нашего коллективного иммунитета на территории, который связан с продолжающимися работами в области вакцинирования населения». Валентин Ефимович обратился к представителям прессы с просьбой напомнить царовчанам о важности вакцинации и напомнил, что это ведущий пункт в борьбе с пандемией. Коллективный иммунитет ядерного центра сформирован сегодня на 94%. На мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции за этот год потратили 111 миллионов рублей. На ремонт, благоустройство, установку и монтаж оборудования в помещениях медицинских организаций и обеспечение КБ-50 автотранспортом выделили 14 миллионов рублей. «В начале эпидемии 18 аппаратов ИВЛ мы поставили. Нам вроде казалось, зачем нам стоит 18 аппаратов ИВЛ. И даже в прошлом году два аппарата передали в пункт, потому что у них таких аппаратов не было, они нас попросили об этом. Но в этом году на просьбу пункт мы уже просто не отдали, потому что подъем заболевания настолько высокий был, количество больных в два-три раза больше, чем у больных, что все аппараты использовались». Игорь Викторович обратился к руководителям города Ирфиадсвниев с предложением создать в Сарове мемориал медикам, погибшим в пандемию. Полную версию пресс-конференции Валентина Костюкова смотрите в нашей рубрике без комментариев. «Российские школьники после новогодних праздников вернутся к очному формату обучения. Дистанционный формат возможен только в том случае, если этого потребует эпидемиологическая обстановка», рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также добавил, что каждый регион самостоятельно принимает решение о сроках каникул и о том, объявляет ли 30 декабря выходным для учителей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На следующий год перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов расширен до 808 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача, подчеркнул глава правительства. В список добавлен препарат Рездиплам. Он необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией. Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной, заявил Мишустин. Найти работу в другом регионе можно будет через Центр занятости. Также они будут помогать соискателям и членам их семей в переезде на постоянное место жительства в другую местность. Законопроект одобрили на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Это позволит государству оказывать поддержку в трудоустройстве большему числу граждан, а также сократить число безработных. При этом регионы смогут утверждать перечень профессий, на которые работников не смогут привлекать в другие местности, если такие специалисты востребованы на их территории. В Кузнечике состоялась сдача нового спектакля «Умка». Как появилась идея поставить сказку о белой медвежонке и какие чудеса ждут детей и взрослых на сцене Театра кукол, расскажем в следующем репортаже. Театр кукол «Кузнечик» на время превратился в царство вечных льдов и снегов. Тут и там сверкали многочисленные созвездия, в море плескались рыбки, радужными цветами переливало северное сияние. На небольшой камерной сцене театра происходили настоящие чудеса. Новый спектакль «Умка» получился таким, каким его и задумывали – зимним, волшебным и новогодним. И вот вспомнила я про мультфильм «Умка» и про рассказ Юрия Яковлева, на основе которого он был поставлен. И подумала, что и действующих лиц там мало, и при этом это такая очень милая история, очень детская. А во втором мультфильме там еще речь идет о том, что справляют Новый год. И мы подумали, что эти две истории можно было бы объединить в один спектакль. Актеры, куклы, мультипликация – все это гармонично соединилось в одном спектакле. Главный герой «Умка» играл в берлоге, ловил рыбу в море, лепил снеговика вместе со своим новым другом. Одно место действия быстро и ловко сменялось другим. Над этим работала и художник спектакля Светлана Шевцова. Она проделала большую работу по созданию кукол, декораций и деталей пространства к спектаклю. Мне показалось, что совершенно необязательно делать какие-то белые, абсолютно белые просторы снежные. Мы как раз оттолкнулись от того, что льды сделали такие скалы, горки ледяные. Море у нас вызвало определенные трудности. Ломали-ломали голову, но решили, что оно вот такое будет. Спектакль «Умка» в театре кукол-кузнечек маленькие зрители смогут увидеть на январских праздниках. Подробности по телефону 98383. Мероприятие для детей старше 4 лет. Во Дворце детского творчества прошло необычное занятие «Школа лидер». Старшеклассники получили знания по теме «Актерское мастерство» и смогли сразу применить их на практике. Подробности в следующем репортаже. В рамках традиционного проекта «Школа лидер» каждый месяц городской союз старшеклассников «Статус» проводит занятия на различные темы. На декабрьской встрече гостями стали режиссер Ирина Семенчук и актер Роман Сванидзе. Они не просто рассказывали о профессии актера, а старались погрузить слушателей в атмосферу этого искусства, зарядить мотивации для занятия творчеством. Если вы хотите быть услышанными, то вы будете услышанными. Несмотря на тихий голос, несмотря на карталость, несмотря ни на что. Если вы хотите быть понятыми. На занятиях «Школа лидер» всегда есть практическая часть. В этот раз ребята создавали картины, изображая эмоции, обыгрывая нестандартные ситуации. Старшеклассники наблюдали друг за другом, делились идеями, поэтому с заданием справились на отлично. Все, раз, два, три, замерли. Памятник не дрожит. Пока. Роман Сванидзе и Ирина Семенчук поделились лайфхаками ораторского искусства. Как привлечь внимание? Как долго смотреть в глаза слушателю? Старшеклассники рады были получить полезные советы. Я вот к ним вот обращаюсь, которые вот за вами сидят. И тогда я захватываю и вас, и тех зрителей, которых не существует. Очень понравились занятия. Я впервые вообще с таким сталкиваюсь. То, что учитель приходит и не дает просто теорию, а сразу ты это чувствуешь на практике, чувствуешь, как ты вообще в среде актеров, вот как бы такая вот мини-театр выстраивается. Это очень интересно. Следующее занятие «Школа лидер» состоится 29 января. Тема «Красота и стиль». Каждый старшеклассник может стать участником этого мероприятия. Во Дворце детского творчества состоялся муниципальный этап «Бумеранга» – фестиваль детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области. Четыре пионерские дружины Союза детских организаций «Сияющие звезды» рассказали о своей работе, традициях и достижениях. Подробности далее. Фестиваль «Бумеранг» ежегодно объединяет активных пионеров и вожатых школ. Этот конкурс дает возможность рассказать о деятельности организации, показать результаты общественной работы. Городской этап Нижегородского фестиваля «Бумеранг» состоялся в Сарове в третий раз. В его рамках дружины участники рассказали о традиционных школьных мероприятиях и о новых проектах, о социально значимых делах. Год назад конкурс проходил дистанционно. В этот раз пионеры и педагоги смогли собраться вместе не в онлайн-конференции, а в большом актовом зале. Да, сейчас не так много людей, но мы собрались, и это огромная удача, что мы сегодня все с вами здесь вместе. На фестивале выступило четыре дружины. Радуга, гимназия номер два, космическое имени Титова, лисей номер три, Надежда, школа номер 17 и Альтаир, школа номер 20. Ребята и руководители творчески подошли к созданию визитки. Выступления были не только оригинальными, но и информативными. В этом, как и в прошлом году, активно проводили различные благотворительные акции внутри школы, такие как сбор макулатуры, сбор пластиковых крышечек и батареек, а также различные благотворительные сборы для помощи бездомным животным. По дворце не первый раз выступают военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии. Елена Стулова, Денис Ларюшкин сделали пионерам музыкальный подарок, исполнив песни военной тематики. Я и сам это знаю, и проверил не раз, офицерская правда, и это Родине верно. Жюри оценило выступление каждой дружины и выбрало лучших. Победителей наградят 28 декабря на заседании Детской палаты «Галактика». Они представят наш город на региональном этапе фестиваля. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и от всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 23 по 25 декабря там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут. Чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 23 по 25 декабря с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин